Военная символика Украины должна отсечь ее окончательно от российских и советских традиций и явить настоящую украинскую воинскую традицию. Что же это за традиция, что же это за история, на чем основана эта современная военная украинская символика? Ничего нового. Как говорил последний гетман Украины Павел Скоропадский, галичане питаются объедками с польского и немецкого стола. Вот мы и видим в современной украинской символике попытку подражать западным стандартам. Знаете, вот как в Америке негры, когда они были в положении рабов, они ненавидели белых, но они им всячески подражали. Пытались лицо как-то мелом высветлять, одежду белых на себя одевать, подражать, повадкам белых, чтобы повысить свой статус. Помните, Майкл Джексон вообще себе цвет кожи поменял, чтобы не быть черным. Вот это про украинцев. Смотрите, 17-я Криворужская отдельная танковая бригада имени Константина Пестушка. На ее гербе рыцарь с мечом. Девиз Божьей милостью. О чем это? Изображение рыцаря как бы указывает на наследственность танковых войск от тяжелой рыцарской конницы. Какая тяжелая рыцарская конница в истории так называемой Украины? Польские конные гусары? Да. Тогда не хватает еще крыльев за спиной. А может быть немецкие тинфтонские рыцари, которых Александр Невский отправил под лед на Чудском озере? Может быть. Вот эта вот тяжелая конница, она воевала всегда против казаков на территории Малороссии и России. И причем здесь крестьянский сын Костя Пестушка, который был махновским атаманом. Махновским. Махновским. Пестушка воевал против белых рыцарей. Он был против белых, как, впрочем, и против красных. Герой крестьянский атаман, а символ западных дворянских рыцарских доспехов. Вот она, типичная шизофрения украинизированной сельской интеллигенции. Вот этот галичанский комплекс неполноценности. Мы за простой народ, но чтобы дорого и богато, как у нашего пана. О. Ну вот, получив на халяву незалежность от Москвы, вот эти галичане, захватившие власть в Советской Украине души, прогадили ее. И нашли себе новых хозяев, потому что без хозяев они не могут. Поэтому я бы их лозунг заменил. Слава Украине панской милостью. И дайте, будь ласка, трышечки грошей резать москалей. Вот так.